Здравствуйте! В эфире новости в студии Султани Истагаева. Сегодня в программе. Еще одно село с газом. Газопровод в Демьяновку провели в рекордные сроки. Уникальная операция за полчаса в Евпаторе. Жизнь спасает новый ангиографический комплекс. 100% загрузка отелей и летняя погода. В Крыму разгар бархатного сезона. В село Демьяновка Симферопольского района провели природный газ. Его подвели к домам в кратчайшие сроки. Всего за 10 месяцев газопровод построили в рамках региональной программы газификации полуострова. Уникальные моменты торжества в сюжете Дианы Бекламбетовой. Контрольная проверка и вот пламя зажигается в конфорке. Жители села Демьяновка ждали этого момента не один десяток лет. Эльмира Меметова приехала в село из Узбекистана в 1991 году. До сегодняшнего момента покупала тонны угля каждый год. Для семьи с маленькими детьми особо важно поддерживать тепло круглые сутки. С появлением газа в доме эти расходы остались в прошлом. Каждый месяц газовый баллон, он тоже 1200 рублей стоит. Вот представьте какие затраты. А сейчас все хорошо, дождались. Газопровод в Демьяновке построили в рекордные сроки, меньше чем за год. Его протяженность почти 16 километров. Из регионального бюджета на строительство было выделено 25 миллионов рублей. Быстро очень сделали. Вообще по этой программе у нас 11 сел. Четыре мы уже запустили в течение полутора месяцев. Остается еще семь у нас. Пока газу подключили пять домов. Позже счастливыми обладателями голубого топлива станут и остальные жители. Для этого нужно привести в порядок документы на частные домовладения. Более 300 домов получили возможность подключиться к голубому топливу. До конца этого года газификация охватит еще села в Бахчисарайском и Кировском районе. Полностью обеспечить Крым природным газом планируют до конца 2035 года. Диана Викмамбетова, Дмитрий Низовой, телеканал Милет. Крым в эпицентре. Внимание, осень вступает в свои права. Это значит на полуострове разгар бархатного сезона. Стало ли в сентябре туристов меньше, знает ли Нуза Бурсиитова. По автомобильным номерам на дорогах полуострова, кажется, можно изучать российскую географию. Москва, Санкт-Петербург, Тула, Самара. В этом сезоне здесь все. В середину сентября температура воздуха, пожалуй, не меньше 30. В Крыму начался бархатный сезон. С наступлением сентября дети идут в школу, студенты возвращаются в институт, а вот любители южного солнца не спешат покидать Крым. Семья Антоновых в 2020 отдыху за границей предпочла отечественный курорт. На самом деле недорого, хорошо, тепло, прекрасный воздух. А семья Поли приезжает в Крым каждый год. Цены считают приемлемыми. Чтобы сэкономить, приобрели тур заранее, еще в феврале. Стараемся в бархатный сезон, когда поменьше народа, поменьше школьников и когда уже нет такой жары. Однако картина все еще летняя. Блеск моря, шум волн, соседей на пляже, как в утренней маршрутке. Загрузка отелей и без малого 100%. Это, наверное, рекордная загрузка вообще за весь период существования отеля. Мы в сентябре обычно получали другую аудиторию. Это маленькие дети, люди пенсионного возраста. В этом году, конечно, весь сентябрь мы стоим практически в 100% загрузке. Южнобережный курорт в сентябре ничем не уступает итальянской ривьере. Крымские отели, гостиницы, пансионаты загружены вплоть до Нового года. Номера на любой вкус и кошелек. Уже видим, что у нас бронирование всех наших 160 объектов, средств размещения распространяется, включая 15 октября. И даже многие отели у нас зарезервированы буквально до декабря месяца, включая новогодние праздники. Если же погода решит показать скверный характер, всегда найдется список адресов, куда можно податься вместо пляжа. Например, октябрь способен удивить роскошным балом хризантем в Ботаническом саду. Впрочем, он уже в эпицентре внимания туристов. Традиционно считается, что бархатный сезон в Крыму заканчивается в ноябре. Море к этому времени остывает, ночи становятся прохладными, а большая часть развлекательных заведений закрывается на зиму. Однако в этом году сезон может затянуться. Соблюдение противоэпидемических норм проверили в одном из торговых центров Симферополя. Рабочая группа администрации города изучала, в масках или продавцы и покупатели, есть ли дезинфицирующие средства или циркуляторы. В рейде с чиновниками побывала и Гузель Мамбетова. Следите, пожалуйста, за антисептиками. Этот магазин рабочая группа по мониторингу проверяет повторно. Вчера здесь не было антисептиков, а сотрудники были без масок. На этот раз выполнены все требования. Нарушений нет. Мы соблюдаем все санитарные нормы, которые предписаны госпотребным зором. В этом супермаркете при первой проверке также выявили нарушения. Администратор отказалась давать комментарий нашей съемочной группе. Прокомментируйте. Нет, я не имею права ничего комментировать, извините. Нарушения масочного режима все еще встречаются. В каждом магазине и торговом центре должны быть антисептики и журнал дезинфекции помещения. В случае несоблюдения противоэпидемических норм в период режима повышенной готовности нарушители будут наказываться. В случае повторных нарушений торговым предприятиям грозит закрытие. Если выявляется несоблюдение правил Роспотребнадзора, мы составляем предупредительные акты по факту выявления несоблюдений, на устранение которых дается шутки. Носить маски в общественных местах – обязательная норма с мая. Поначалу к этому относились всерьез. Но затем медицинские маски стали встречаться все реже. Многие из нас до сих пор не осоздают, насколько коварен может быть вирус. Как молниеносно поражает. Эпидемиологи призывают расслабляться рано. Масочный режим на полуострове актуален как никогда. Мониторинг показал, в торговом центре на входе посетители могут продезинфицировать руки. Также нанесена специальная разметка для соблюдения безопасной дистанции. По словам членов рабочей группы, большинство торговых точек соблюдают требования, установленные Роспотребнадзором. Ежедневный мониторинг торговых предприятий в Крыму продолжится до снятия режима повышенной готовности. Первую операцию стентирования сосудов с использованием ангиографа провели в Евпатории. На покупку аппарата из федерального бюджета выделили почти 60 миллионов рублей. Прибор позволяет провести операции малоинвазивным способом. Подробнее о новых возможностях крымской медицины расскажет Севиля Меметова. Бодрый и в сознании. 64-летний Леонид Миросниченко только вернулся из операционного блока. Диагноз пациента – острый инфаркт. С помощью ангиографа врачи сумели за полчаса оказать ему квалифицированную помощь. Пациент, который прошел сейчас через исследование, это острый коронарный синдром с элевацией сегмента СТ, то есть то, что раньше называлось трансмуральным инфарктом. Его состояние я характеризую как стабильное, тяжелое. В Евпаторийской городской больнице открыли отделение рентгенохирургических методов диагностики. Высокотехнологичное оборудование приобрели и установили в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Это уже третий такой комплекс в республике. На покупку ангиографа из федерального бюджета выделили почти 60 миллионов рублей. Это ангиограф – аппарат, который позволяет выполнять операции на сосудах малоинвазивным способом, то есть без разрезов. Прибор позволяет проникать в сосуды, вводить в них контрастное вещество для диагностики, удалять тромбы, ставить специальные стенты, препятствующие сужению сосудов. Качественное и точное изображение дает детальную картину происходящих процессов. Беску, ранняя постинфарктная, можно. Возможности этого оборудования позволяют на высоком уровне проводить диагностику и лечение сердечной и сосудистой патологии. Все сосудистые магистрали человека доступны врачам. Благодаря выполненному исследованию мы понимаем тяжесть поражения его коронарных артерий. И это та ситуация, когда помочь пациенту можно только с помощью большой операции аортокоронарного шунтирования. По направлению кардиолога операция ортокоронарного шунтирования и стентирование корональных артерий выполняется бесплатно. Как экстренные, так и плановые. В штате отделения анестезиологи, кардиологи, хирурги, неврологи. Всего 30 врачей разных специальностей. Операция прошла очень хорошо, безболезненно. Специалисты очень высокого класса. Видно, на новом оборудовании работали. И подбадривали все время. И никакое вообще. Как будто я и не был на операции. Если состояние пациента стабильное, то после хирургических мешательств он находится под наблюдением анестезиолога и кардиолога всего сутки. А после выписки сможет полноценно жить и работать. Севиля Меметова, Алимсий Далеев, телеканал Милет. Водовод общей протяженностью около 9 километров строит в Феодосии. На его возведение выделили 197 миллионов рублей. Реализация ведется в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Работы начались в августе этого года. Как обстоят дела на объекте, знает наш корреспондент Сабина Дениева. Жители поселка Орджоникидзе, как никто, знают, что такое перебой с водоснабжением. Горный рельеф усложняет проблему и влияет на напор и подачу воды в необходимом количестве. Для решения этого вопроса строит водовод, который объединит два поселка – Южный и Орджоникидзе. Здесь же установят несколько резервуаров чистой воды. Строители проложили уже более километра труб. Строительство водовода ведется в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Общая стоимость работ – почти 200 миллионов рублей. Возведение началось в августе. Чистим канаву от камней, чтобы труба была чистая. А то осыпается все. Поэтому чистим. По словам строителей, траншея прорыта почти на 5 километров. Ее выравнивают и утрамбовывают, после чего прокладывают трубы к месту соединения с центральным гидроузлом. Далее она засыпается. Объект находится в начальной стадии. Готов на 10%. Протяженность готового водовода составит 9 километров. Суммарный объем резервуаров чистой воды будет составлять 4,5 тысячи кубометров. На сегодняшний день порядка 8 миллионов рублей мы освоили. Материалы все стандартные. Но любое строительство само по себе уникальное. Новый проект – это всегда интересно. По словам руководителя проекта, объект обещают сдать в срок в июле 2021 года. Сабина Дениева, Виталий Голубев, Телеканал Милет. 275-летие со дня рождения Михаила Кутузова отметили у Кутузовского фонтана в Валуште. Ежегодно 16 сентября из разных уголков республики съезжаются представители ветеранских организаций, кадеты и военнослужащие, чтобы почтить память и возложить цветы к бюсту великого полководца. Монумент установлен недалеко от того места, где Михаил Кутузов был ранен летом 1774 года. Выхватив штандарт из рук раненого знаменоносца, с криком «Ура!» увлек гренадер в последнюю штыковую атаку. В это время пуля, пущенная из штуцера вражеского, пронзила голову героя насквозь, и он должен был бы погибнуть. Но солдаты вынесли командира к роднику, омыли раны, а в это время подоспели остальные силы. Каждый год участниками торжества становятся представители трудового коллектива музея-крейсера Михаил Кутузов из Новороссийска. Говорят, память о героях прошлого особенно важна для формирования патриотического сознания и исторической памяти у детей и молодежи. Мы считаем, что мероприятие очень важное, очень нужное, и мы всеми силами стараемся пропагандировать именно таких личностей, на его примере учить подрастающее поколение. Шестой литературный фестиваль «Крымбукфест-2020» проходит в крупнейшей библиотеке республики. Деятели культуры и искусства представили свое творчество для популяризации литературы, книги и чтения. Подробнее о творческом изобилии расскажет Марина Соловьева. В библиотеке имени Ивана Франко собрались самые неравнодушные к литературе люди. Поэты, писатели, барды, художники, скульпторы, актеры и музыканты. Каждый готов своим творчеством привлечь внимание неравнодушного зрителя. Фериде Усманова не исключение. В универсальном читальном зале она представляет крымско-татарское искусство во всей красе. Ее выставка называется «Золотое сечение». Я понимаю, что в мире нет ничего идеального, но мы всегда стремимся к чему-то красивому, мы стремимся к тому, что нам нравится, и хотелось вот эту эстетику передать в название. Художница увлекается творчеством с детства и больше не представляет себя без него. Среди ее работы – картины, расписные тарелки и другие рукодельные творения. В авторском стиле отчетливо наблюдается национальный колорит. Специальная площадка фестиваля – поэтический бардовский марафон «Поэзии мы сердце отдаем». Он посвящен 15-му международному гумилевскому поэтическому фестивалю «Коктебельская весна-2020». В его рамках также состоялась церемония награждения лауреата Всероссийской литературной премии имени Гумилева. Я написала книгу «Гумилевская осень», приехала из Калининграда. Для меня это мероприятие очень теплое, очень радостное. Организатор мероприятия – Крымская Республиканская универсальная научная библиотека имени Ивана Франко. Фестиваль проходит уже в шестой раз. «Крымбукфест» даже в непростой эпидемиологической ситуации не потерял свою популярность. Для нас ценно, что на этот фестиваль приходят не только наши читатели, не только работники культуры, но это барды, музыканты, художники, издатели. В фестивале уже приняли участие дворцы Симферополя и Севастополя, а также гости из Анапы, Москвы, Владимира и Калининграда. В дальнейшем «Крымбукфест» обещает быть не менее насыщенным. Марина Соловьева, Рафаэль Вахидов, телеканал «Миллет». Финал восьмого национального чемпионата «Молодые профессионалы» продолжается. Участники уже успели показать свою подготовку в кондитерском деле и ресторанном сервисе. Сегодняшняя компетенция – ремонт и обслуживание легковых автомобилей. Как конкурсанты справились с заданиями, расскажет Сабина Дениева. Закручивание болтов, сборка двигателя. Именно такие задания выполняют конкурсанты. Конкурсант замеряет диаметр поршня. Это Владислав Марковский из Черноморского района. Участвует в компетенции ремонта и обслуживания легковых автомобилей. В региональном этапе занял второе место. Говорит, задания не тяжелые, но на их выполнение в конкурсе дается мало времени. Если честно, подготовка – это одно, а конкурс – совсем другое. Ну, хотелось бы большего, но в целом очень даже ничего получилось. Это уже финал восьмого национального чемпионата «Молодые профессионалы». В компетенции ремонта и обслуживания легковых автомобилей работу конкурсанта поделили на три модуля. На выполнение каждого дается два часа. За это время участник должен выявить неисправности в симуляторе, сделать все необходимые измерения, а также собрать и разобрать двигатель. Возрастных категорий две. Основная – от 16 до 22 лет. В категории юниоры – конкурсанты от 12 до 16. На площадке за участником наблюдают пять камер. Он обязан комментировать эксперту все свои действия. Член комиссии тем временем вносит баллы в специальную систему, которая потом выявляет лучшего. Уровень сложности здесь максимальный, который в принципе может быть. Те задания, которые выполняют конкурсанты, они сложены, насколько в жизни они с ними никогда не столкнутся. Поскольку задача такова, что выявить прям лучшего в стране. По словам Решата Джимилова, все задания для конкурса составлены лучшими экспертами. В чемпионате «Молодые профессионалы» от каждого региона Российской Федерации выступает один человек. Победивший будет представлять страну в Европе. Эксперты наблюдают за процессом в Москве, Волгограде и Калининграде. Результаты будут 18 сентября. Сабина Дениева, Саид Влеляев, телеканал «Миллет». В пятую годовщину Федерации шахмат Крыма Гройцмейстер и полуостров разыграли шахматную партию в небе. Достижение может войти в Книгу рекордов России. О подготовке и результатах матча расскажет Руслан Минаев. Последние приготовления перед вылетом. Пилоты проверяют исправность летательных аппаратов. Шахматисты-гроссмейстеры Татьяна Василевич и Максим Павлов получают напутственные слова. Шахматная партия пройдет в таких небольших самолетах, а не серии сверхлегких. А играть гроссмейстеры будут с помощью планшетов, используя шахматную программу. Ввиду экстремальных условий решили играть в блиц-шахматы. Партии в такой игре длятся не более трех минут, время на ход – две секунды. Когда долго не играешь в шахматы, все-таки мозг отключается, и уже сложно принимать быстрые решения. То есть это сложно само по себе. Ну а в небе, когда там банки, когда там куда-то уносят, заносят, это еще тяжелее. По словам организаторов, участвовать в шахматной партии гроссмейстеры согласились без раздумий. Они всегда готовы к подвигу ради шахмат. Они живут шахматами. То есть надо – значит надо. Давайте попробуем в небе. Первый полет, конечно, был достаточно эмоциональный. Летательные аппараты готовы, шахматисты тоже. Один за другим самолеты взлетают на заявленную для рекорда высоту – 200 метров. За интеллектуальной баталией в небе внимательно следят на земле. С помощью шахматного онлайн-сервиса зрители могут увидеть каждый ход. Таня бьет слон Д7. Идея такая, она слон Д7, ладья Ф7, используя связку. Для Татьяны Василевич необычный формат проведения матчей не первый. В 2014-м она провела сеанс одновременной игры в мраморной пещере на глубине 42 метра. Эмоциями от сегодняшней игры делится сразу после приземления. Очень интересно. Ну, конечно, отключаешься все равно от реальности, но было время все равно посмотреть, что происходит вокруг. Очень красивый наш Крым, город Ивпатория, Сакский район. Мы очень хорошо провели время. Мероприятие посвятили пятилетию Федерации шахмат Республики Крым. Мне кажется, такие яркие мероприятия, они привлекают большее количество и не только людей, которые занимаются, любителей, но и будут привлекать в наши ряды новых-новых шахматистов. А шахматы для Республики Крым – это базовый вид спорта. Блиц длился чуть меньше часа. В битве гроссмейстеров со счетом 4-3 победу одержала Татьяна Василевич. В планах Федерации шахмат Крыма – организовать матч и на воде. Руслан Минаев, Арсен Фукала, телеканал «Миллет». Это все новости на сегодня. А прямо сейчас не пропустите очередную серию индийского сериала «Султана Разия». Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова